МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. От жителей потребности, от архитекторов способности. Горожан приглашают принять участие в проектировании Московской набережной. Темы взрослые, парламент детский. Будущие политики встретились с председателем Госсовета Чуваши. Религия в красках. В Чувашском государственном педагогическом университете готовят иконописцев. Послание Владимира Путина федеральному собранию стало одной из самых обсуждаемых тем. Его активно комментируют политики, эксперты, общественные деятели. Особо на строителей, конечно, воодушевило то, что призывает Владимир Владимирович увеличить объем строительства жилья в полтора раза. Чувашские строители этому готовы. Но если взять Чувашскую республику, то у нас для этого все есть. И строители есть, и строительная индустрия готова, и, конечно же, земельные участки для этого тоже готовы. Для меня, как работника и практического здравоохранения, и представителя медицинского образования, очень отрадно то, что в своем выступлении Владимир Владимирович выделяет особые значимые моменты, и очень много актуальных вопросов, касающиеся практического здравоохранения, были затронуты. Прежде всего, это то, что необходимо на более качественном, более современном уровне развить профилактическую медицину, то есть предупреждение сегодня, предупреждение особо важных заболеваний, таких как онкологические заболевания. Хотя, конечно, вот эти моменты, которые отметил Владимир Владимирович, в нашей республике, я могу сказать, успешно решаются. Сегодня у нас идет реализация проекта создания Центра ядерной медицины. И то, что сейчас прозвучали эти слова профилактической медицины из уст главы Российской Федерации, для нас это особо важный момент. Владимир Владимирович говорит, что мы за эти последние годы, несмотря на санкции, мы закрепили свою экономику в развитии, то есть мы стабилизировали, но это не дает нам права успокаиваться. Мы должны сейчас наращивать потенциал экономики. Мы шли сознательно на улучшение армии российской, и мы этого добились. Государство сегодня, наша армия защищает 100%. Такие достижения без науки не бывает. И он еще подчеркнул, что фундаментальная наука России, она сохранена, она развивается. Где научный потенциал в военной сфере, параллельно идет научный потенциал и гражданский. Привлекать инвесторов, повышать доходную базу, поднимать сельское хозяйство. Такие задачи властям Ядренского района поставил глава республики. В муниципалитете подвели итоги социально-экономического развития за прошлый год. О недоработках и приоритетах в сюжете Дмитрия Ковалева. Близость к федеральной трассе М7 на экономике муниципалитета сказывается благоприятно. В районе активными темпами развивается торговля и придорожный сервис. Свои позиции не сдают и местные предприятия. За пределы республики свою продукцию поставляют мясокомбинаты молокозавод. Свою нишу заняли и ядренские сыроделы. Производители осваивают новые рынки и наращивают мощности. В целях наращивания объемов производства в текущем году на местном комбинате планируется замена устаревшего оборудования, освоение новых рынков сбыта, на молокозаводе увеличение уже имеющихся производства мощностей по переработке молока, объемов производства торга на 50%, а также освоение новых рынков сбыта за пределами Чувашской республики. Ахиллесово-пята Ядренского района – сельское хозяйство. По итогам прошлого года аграрии произвели меньше мяса и молока. Сократилось в разы поголовье крупного рогатого скота. В муниципалитете больше стало необрабатываемых земель. Глава региона отметил, что ситуацию необходимо исправлять. В этом году дальше уже падать некуда, вот я вам скажу. Иначе вы, Ядренский район, будете в числе самых плохих районов в сельскохозяйственном производстве. Это во-первых. Во-вторых, касаясь бюджетной сферы, вот ни один провокатор не может здесь расшатать ситуацию. Все средства, предусмотренные в бюджете, мы по целевому назначению расправляем до получателей. Сегодня в приоритете развитие малых ломов в хозяйстве. За последние 6 лет 18 начинающих фермеров, фермерских хозяйств, выиграли грант на развитие своего хозяйства на общую сумму 22 558 000 рублей. В том числе в отчетном году трое на сумму более 5 миллионов. В муниципалитете достаточно пассивно продвигается и программа развития общественной инфраструктуры. Свои проекты на конкурсный отбор представили не все поселения района. С их глав особый спрос. Работаем проектом тоже на водобавке деревни Харамалы на 600 тысяч. Что вам мешало до сих пор представлять? Тот же бюджет. Есть сельские поселения, которые по два, по три проекта представляют. Понимаете, они активные и так далее. А вот вы сейчас один проект и говорите в то же время софинансирования. Наше место Ядринского района не в хвосте. Наше место в тройке лучших муниципальных районов. И сегодня, конечно, правильно говорит глава, нам нужны амбициозные люди. Такие, как Таня Юн, Николай Мордвинов, Валерий Лаптев. Безусловно, муниципалитет нуждается в прорывных проектах. Местные власти должны ставить во главу угла повышение качества жизни граждан. Об этом в своем послании говорил и президент страны. Озвученные Владимиром Путиным инициативы, отметил глава республики, должны быть реализованы. Вчера была цифра озвучена. 3 триллиона 400 миллиардов рублей на 6 лет будут выделяться средства на социальные обязательства. Выключая вопросы улучшения демографических ситуаций. Вот здесь докладчики говорили, кто-то, наверное, запомнил. Вот 453 тысячи материнский капитал. У нас оригинальный материнский капитал. Пособие на первые ребенка, на последующих детей. Сейчас все дети многодетных семей не будут испытывать дискомфорт, который испытывали, допустим, 7 лет назад. Неиспользуемых резервов у местных властей достаточно. Озвученные проблемы необходимо решить в сжатые сроки. Медри Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Школа будущего политика. Сегодня члены республиканского детского парламента. Встретились с председателем государственного совета Чувашии Валерием Филимоновым. Строгие костюмы, сосредоточенный взгляд и конституция нашей республики в руках. Члены детского парламента Чувашии собрались на свое первое заседание. Идея создать эту структуру возникла в августе прошлого года. И вот уже официальная встреча с председателем государственного совета Чувашии. Валерий Филимонов рассказал юным коллегам, как строится работа законодательного органа, как проходит голосование, какими соображениями руководствуются народные избранники, принимая законы. Обсудили и вопросы взаимодействия законодательной и исполнительной власти. Мы, работники Министерства образования, стараемся именно уделить большое внимание молодежной политике, поддержке молодежи, потому что прекрасно понимаем, что наше будущее именно в ваших руках. Опыт ведения избирательной кампании у членов детского парламента уже есть. За два тура они фактически прошли процедуру настоящих выборов. Из 300 претендентов отобрали 32 самых достойных школьника. Выбор – это несложно на самом деле. Нужно просто знать, о чем говорить и иметь какие-то идеи. Мне нужно участие в детском парламенте, чтобы влиять на ситуацию в Чувашской республике и изменять ее к лучшему, чтобы строить светлое будущее. Я хочу, чтобы школьников понимали и слышали, чтобы школьники имели какую-то значимость, какой-то вес. Своими планами Кирилл пока не делится, но заверяет, что уже есть готовая программа для выборов. Он собирается занять кресло председателя детского парламента. Получится это у него или нет, мы узнаем уже на следующем заседании будущих политиков. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. В начале недели в Чебоксарах стартовали публичные презентации и дизайн проектов по благоустройству мест отдыха и досуга. Эстафету приняли жители Ленинского района. Горожане сами выбирали, какая территория нуждается в обновлении в первую очередь. Как может измениться историческая часть города Чебоксара в ближайшие годы, узнавала наша съемочная группа. Одна из самых обсуждаемых тем – федеральный проект формирования комфортной городской среды. Жители Ленинского района Чебоксар не упускают шанса облагородить даже самый маленький сквер. С эскизами 18 общественных пространств знакомит главный архитектор города Вениамин Мамуткин. Шесть участков находятся на территории Ленинского района. Скверы имени Чепаева и Академика Волкова, Дорис Парк, сквер электротехников, Дубовая роща и Красная площадь. Так она, возможно, будет выглядеть уже через несколько лет. Вот, посмотрите, возможно, это будет мобильный, мобильные трибуны для проведения менее, с меньшим количеством людей, ну, например, какой-нибудь музыкальный фестиваль. Сохранение зеленых насаждений – одно из главных условий всех работ по благоустройству. И какая судьба ждет лесной массив Дубовая роща, зависит от активности самих жителей. Сейчас посмотрели, посмотрели, что устанавливают в основном детскую площадку. Ну, жители, честно говоря, хотели что-то раз Дубовая роща, то что-то больше связано, наверное, с темой дерева, побольше деревянных конструкций и вот это, такой вот истории с деревом связанной. Ну, я думаю, мы свои предложения какие-то выскажем, я думаю, архитекторы это учтут и проект как-то, может быть, дополнят. Вот, а так, в целом, все хорошо, интересно, очень сильно понравилась история с Красной площадью, с сценой, которая будет смотреть на воду. Мы как раз сидели, обсуждали, что можно устраивать представления, которые будут на воде в том числе проходить. В сквере электротехников будут обустроены пешеходные дорожки, раскинутся цветники, появятся уличные выставки, скамейки и даже скульптуры. И здесь такое треугольнее озелененное пространство, здесь железная дорога проходит. Территория 0,03 гектара, стоимость работы 1 миллион рублей. Вот предложение проектировщиков оформить это вот таким вот образом. Новый облик может принять и Дорис парк по проспекту Ивана Яковлева. Здесь предлагают создать детскую и спортивную площадку, скейт-парк и летнюю сцену. Вот элементы, которые могут появиться на этой территории. Ну, пока по проекту все понравилось нам. Сейчас уже мы больше-больше растем и все появляется новое. И тоже мы хотим так же жить в благоустроенном городе. Главное, Дубовый рощ, благоустроить там все запущено было. Сейчас вот такие делают, чтобы люди гуляли, занимались спортом. Все рядом, около дома получается. Недалеко ходить не надо. Тем более у нас микрорайон Ревинка, он такой грустно населенная территория. Таких спортивных и благоустроенных мест не было. Чьи идеи получат путевку в жизнь, решат сами жители на народном голосовании 18 марта. А пока есть время определиться с непростым выбором. Ведь из 18 общественных пространств чебоксарцы могут проголосовать только за три. Рифат Фаткулин, Борис Андреев, Республика. После того, как прошлым летом московская набережная в Чебоксарах преобразилась, в соцсетях появился новый хэштег «Счастье на Волге». А счастья, как известно, много не бывает. Так что благоустройство этой территории продолжится. А вот в каком направлении, это предлагают решить чебоксарцам вместе с архитекторами. Подробнее в сюжете. Привет, я Филипп Легубчук из Марш-Лаб. И мы находимся в стенах московской архитектурной школы. И очень скоро мы отправимся в Чебоксары, чтобы проектировать там московскую набережную. Марш-Лаб проведет в Чебоксарах воркшоп. Что это означает? Расшифровывает главный архитектор города Вениамин Мамуткин. С 3 марта по 11 марта в Чебоксарах намечено проведение проектного семинара. Иными словами, мы называем это воркшоп. Марш – это московская архитектурная школа, при ней лаборатория. Мы с ними заключили договорные отношения у нас. И мы хотим, чтобы они нам выработали концепцию благоустройства московской набережной. Привлечение иногородних или даже иностранных архитекторов для проектирования пространств для Чебоксар – опыт не новый. Так концепцию Красной площади в свое время презентовал испанский зодчий Хосе Осибилия. Однако в этот раз все по-другому. Специалисты Марша будут так называемыми тьютерами. То есть руководителями проекта групп, куда войдут молодые чебоксарские архитекторы и жители города. Мы предлагаем технологию вовлечения жителей города. Мы вовлекаем их в этот процесс и в результате мы получаем продукт коллективного творчества. И мы планируем в результате получить не просто красивые картинки, а успешное городское пространство, активное и нужное жителям. Всех желающих приглашают 3 марта к 10 часам в Большой зал городской администрации. Финальную концепцию представят там же спустя неделю работы, 10 марта. Именно она ляжет в основу технического задания на уже рабочую документацию. Следующий шаг после которой – реализация. В отличие от прошлого этапа, когда реконструкцию набережной финансировал рост туризм, благоустройство продолжится уже на средства федеральной программы формирования комфортной городской среды. И в списке на этот год не только набережная. В этом году мы проектируем благоустройство 18 общественных пространств. Как и прежде, последнее слово за горожанами. Ольга Пырышкина, Денис Ноздрюхин, Республика. Чувашский педагогический университет – первый в стране вуз, который стал готовить художников-иконописцев. С 2011 года более 40 выпускников получили уникальное во всех отношениях образование. На практике их знания и умения оказались востребованы. Благое дело решили продолжить. Начиная с 17 века традиции иконописи Андрея Рублева были утрачены. Чтобы восстановить каноны и технологию создания икон, специалистам практически пришлось собирать информацию по крупицам. Благодаря этому теперь у каждого есть уникальная возможность сделать свой вклад в развитие церковно-исторической живописи. После долгих лет забвений иконописное искусство приходит к своему возрождению. Даже советский атеизм не имеет большого влияния на людей старшего поколения. Зачастую именно они становятся слушателями кафедры православной живописи. Молодое поколение также стремится к самопознанию. Сам подход к обучению позволяет сделать это постепенно и эффективно. Я думаю, многим просто взять Библию и читать после того, как был ты атеистом, да, очень сложно. А подойдя со стороны истории, делом, которым ты занимаешься, наверное, проще. И оставляет это более глубокий след. И, соответственно, уже человек начинает над собой работать. Обучение проходит в течение одного года. Курс иконописи включает в себя целую систему предметов, в том числе историю византийского и древнерусского искусства, полиграфию, иконографию, декоративную живопись. Все знания параллельно закрепляются на практике. А беседы со священнослужителем дают ответы на многие вопросы. Общение у нас было именно в нашем кругу с слушателями и с преподавателями. Рассказывали интересные истории, и уже начинаешь задумываться о каком-то другом, уже более таком духовном. Если человек придет на эти курсы, я думаю, что он ничего не потеряет, а только приобретет. По мнению Анатолия Данилова, люди созрели для восприятия подобного искусства. А редкие специалисты всегда будут востребованы. Наши выпускники, безусловно, получая вот этот диплом, они без работы никогда не останутся. Во-первых, они поступают к нам по велению души, потому что их душа просит вот этого вида искусства. А иконопись – это уникальный вид искусства. И я думаю, что, и уверен, что выпускники, они пишут иконы не только для себя, для своей души, для своих близких и знакомых, но и эти иконы будут востребованы многими-многими храмами Чувашской Республики. Многие работы художников и иконописцев уже служат во благо. Они пылятся на полках. Университет продолжает набор на курсы иконописи. Главное условие для обучения – это православное вероисповедание. Татьяна Филатова от Неркарсаков Республика. В памяти сотрудника СОБРа Зосима Башкирова, погибшего при выполнении служебного долга, в Северокавказском регионе посвятили открытый чемпионат Чувашской Республики по практической стрельбе из пистолета. Стрелок готов? Как точно. Внимание! Метко и быстро. Поблажек на соревнованиях силовиков не бывает. Конкуренция на профессиональном уровне. За первенство боролись 9 команд различных ведомств – Росгвардии, МВД, МЧС, службы исполнения наказаний и судебных приставов. Три упражнения для командного зачета – дуэльная стрельба и состязания в индивидуальной программе. По сумме набранных очков в общекомандном зачете на пьедестал поднялись команды МВД по Чуваши, СОБРа, отделы Росгвардии, УФТИН. В дуэльной стрельбе лучшими стали сотрудники СОБРа и МВД. Финал восьми. В спорткомплексе Чигу стартовали матчи студенческой женской суперлиги по баскетболу Ассоциации студенческого баскетбола России. В финал попали лучшие команды дивизионов Запад и Восток. Это баскетболистки из Орла, Краснодара, Иваново, Уфы, Перми, Ижевска, Хантамансийска и Чубаксар. Наши спортсменки вышли в решающую часть турнира со второго места в группе. Мы очень рады, что в городе Чубаксару существует женская студенческая баскетбольная команда Чигу Атланты, которая является одним из лидеров женского баскетбола студенческого и развивает и популяризирует спорт в Чубаксарах и во всей республике. Все команды, которые попали в финал, достойны быть здесь. И, как говорится в баскетболе, мяч круглый, площадка ровная, победит сильнейший. Первыми выясняли отношения на паркете команды из Уфы и Перми. Исход матча определился на последних секундах игры. Уфимская нефтяночка одержала победу над Корпэка со счетом 60-58. Следующими за выход в полуфинал сражались спортсменки из Краснодара и Ижевска. Удача улыбнулась баскетболисткам с юга. Они победили со счетом 76-35. В эти минуты наша чубаксарская команда Атланта Чигу играет против команды ИГХТУ из Иваново. Завтра в спорткомплексе Чигу пройдут полуфинальные игры. А в воскресенье состоится финал и матчи за третье-восьмое места. Далее вас ждут новости выставки «Картофель-2018» и другая полезная информация. А я с вами прощаюсь. Главный помощник современного фермера – сельхозтехника. Она может вспахать поле, скосить траву и собрать урожай. А чтобы достичь хорошего результата, техника должна быть современной и качественной. Все это предлагает завод сельскохозяйственной техники «Колнок». Одно из ведущих предприятий России, которое работает на рынке более 20 лет. В 1995 году мы выпускали всего лишь 10 наименований. В 2018 мы выпускаем уже более 70 наименований машин. Это и кормозаготовительная техника, и плющилки для зерна, и техника для уборки, посадки, сортировки картофеля. Техника для почвообработки, техника для уборки овощей. И смесители, соответственно, кормораздатчики. В 2017 году «Колнок» освоил выпуск новой продукции – плющилок и кормозаготовительной техники. По многочисленным заявкам фермеров увидел свет новый смеситель объемом 18 кубов. Первая партия уже работает в хозяйствах Казахстана, Белоруссии и, конечно, России. Вся продукция не уступает зарубежным аналогам. Выпускается по лицензии ведущих европейских компаний. И при этом адаптирована к российским условиям. Наш комбайн по оптимальному рассчитывается, что он может использоваться от 100 гектар. Но, как правило, и фермеры его берут на перспективу. Даже берут те люди, у кого 50 гектар. Они все равно берут двухрядные комбайны, работают на них очень довольны. Среди тех, кто пользуется техникой колонок, немало аграриев из Чувашии. Это крестьянско-фермерские хозяйства и ведущие сельхозтоваропроизводители. Слава картофелю «Оконт Агро», «Агрофирма», «Комсомольские овощи», «Батаревская». География сотрудничества постоянно расширяется. На этой выставке к нам подходило очень много народу. Причем подходили не только с Чувашией, но и с близлежащих регионов. Это и с Мордовии люди подходили, и с Мариеллы, и с Нижегородской области. По Чувашии, да, вот много фермеров подходит, интересуется, соответственно, техникой для уборки картофеля и для закладки картофеля на хранение. Да, перспективы развития очень даже хорошие. Продукция «Колонок» – постоянный призер международных и российских выставок. Европейское качество по оптимальной цене. Сельхозтехника «Колонок» – ваш надежный помощник. Название этой компании знакомо практически каждому, как и ее продукция. У всех в аптечке есть лекарства этой фирмы. Но это далеко не единственный вид деятельности компании «Байер». Она широко известна и среди сельхозпроизводителей. С фирмой «Байер» уже работаем в течение 15 лет. Мы применяем все пестициды фирмы «Байер». Вот именно там эстексиды, гербициды, фунгициды. И препараты «Байера» пользуются спросом у нас в республике. Средства для уничтожения вредных насекомых, сорняков, препараты против возбудителей грибных заболеваний и для защиты семян и растений. В ассортименте фирмы более 60 видов продукции. Так как мы работаем с семеноводством, нам важны препараты для борьбы с тлей. Это беская. Это также обязательный препарат, который мы используем в своей работе. Наша компания одна из мировых лидеров на рынке средств защиты растений, как семян, так же биотехнологий. Каждому сельхозпроизводителю мы готовы предложить полное сопровождение по применению нашей продукции. От закупки до применения. Появилась фирма еще в 19 веке. С тех пор только наращивает темпы производства. Каждый год на опытах по качеству продукции среди множества компаний «Байер» занимает лидирующие позиции. У «Байера» что устраивает? То, что цена и качество получаемого продукта уже товарного картофеля, он отвечает как раз интересам фермера. Это немаловажно. И важно то, что сегодня, используя эти препараты, картофель не только выращивается качественно, но и лежит в хранилище хорошо. Устойчивое развитие, экономическая стабильность и социальная ответственность – главные принципы компании. Поэтому неудивительно, что продукция «Байер» представлена в 80 странах по всему миру. Продукты компании «Байер» пользуются большим спросом у нас. И они того стоят. Компания «Байер» – надежный партнер сельхозпроизводителей с широкой линейкой средств защиты растений. Ваш урожай всегда под защитой. Под защитой «Байер». Качественная вещь по доступной цене. Об этом мечтает практически каждый. Благодаря ярмарке верхней одежды мечты стали реальностью. Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42-го до 72-го размера. Здесь любой может подобрать себе модель по душе. Надежда Артемьева пришла сюда за весенней курткой, но уже присмотрела себе и зимнюю. Здесь очень большой ассортимент. Больше даже, чем на рынках. Вместе все взятых. Я хочу обновить гардероб. Скоро весна. Хочу себе новую курточку. Продавцы-консультанты помогли мне подобрать несколько вариантов. Я думаю, без покупки я сегодня не уйду. Правильный выбор утеплителя для верхней одежды очень важен. Она должна хорошо сохранять тепло, но при этом толщина и вес изделия должны быть минимальны. Ведь чем легче и теплее зимняя куртка или пальто, тем удобнее и приятнее их носить. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты для любителей натурального меха. Куртки с мехом кролика, норки, лисы. Мы привезли огромную коллекцию верхней одежды. Курток пуховиков. Это более 3,5 тысяч различных моделей. Все отшивается на российских фабриках. Качество очень хорошее. Вся продукция покупается очень большим оптом, поэтому цены у нас недорогие. Все весенние и осенние модели – 3,5 тысячи рублей. Зимние модели – 4,5 тысячи рублей. Мы ждем всех жителей города. У нас на ярмарке продавцы-консультанты помогут подобрать одежду абсолютно для каждого. Без ущерба для бюджета одеть всю семью можно здесь, на ярмарке верхней одежды. Она работает с 10 часов утра и до 19 вечера без обеда и выходных. А разместилась она во дворце культуры «Салют» по адресу улицы Энтузиасов 36-9. Торопитесь, ярмарка пробудет в столице Чувашии до 4 марта включительно.